Меня зовут Айдар. Тема сегодняшнего вебинара — создание печатных форм. Вебинар, сразу скажу, рассчитан на начинающих программистов или тех, кто по каким-то причинам не умеет создавать печатные формы. Давайте сразу договоримся. Общение все в общем чатике, а все вопросы я на них отвечу в конце. Сегодня мы разберем сначала создание самых простых печатных форм с помощью конструктора печати, разберем области макета, имена областей макета, работу с ячейками макета и заполнение. Потом мы разберемся, как подключать печатные формы в типовых конфигурациях, как добавлять команду с помощью BSP. И после этого разберемся, как создавать внешние печатные формы и чем они отличаются от встроенных. Для того, чтобы создать самую простую печатную форму, мы будем использовать каркасную конфигурацию, на которой сдается специалист по платформе. Чтобы создать печатную форму с помощью конструктора, мы открываем конфигуратор, нажимаем правой кнопкой мыши по объекту, для которого нужно создать печатную форму, конструктор и конструктор печати. Здесь мы вводим имя команды, либо же изменяем существующую. Да, запись ведется. Нажимаем далее, выбираем реквизиты, которые нужно вывести в макет. В большинстве случаев мы все равно будем редактировать этот макет. Это можно просто использовать для удобства, чтобы в макете хоть что-то было. Нажимаем далее, выбираем реквизиты табличной части и дальше реквизиты подвала. Нажимаем далее, выбираем какие-то настройки. Но обычно это все не нужно. В большинстве случаев это не используется. Конструктор нам создает макет, команду, по которой производится печать и процедуру в модуле менеджера объекта, которая заполняет табличный документ. Сейчас мы рассмотрим работу с ячейками и областями макета. Работа с ячейками ведется точно так же, как в таблице в Excel. Мы заполняем каким-то текстом. И если нам нужно вывести какое-то изменяемое значение, то мы задаем в свойствах ячейки заполнение параметр. В таком случае данная ячейка будет заполняться с помощью кода. Либо же, если мы ее не заполнили, то она будет пустой. Также, если, например, нам нужно выводить одновременно текст и параметры, то мы задаем заполнение шаблон. В таком случае все параметры у нас определяются при помощи квадратных скобочек. Например, мы можем сделать следующее. Приходная накладная номер. Здесь мы задаем номер, имя параметра. И теперь в заголовке у нас будет не просто приходная накладная, а также выводиться будет ее номер и дата. Стоит отметить, что все параметры должны... Не могут содержать пробелы и... Не могут начинаться с цифры. Система выдаст просто ошибку. Так. Ну, давайте проверим, как она печатает. И что выводит. Так. Так. Заполним какими-то данными. И попробуем отправить на печать. Вот в данном случае у нас параметры в заголовке не заполнились, потому что мы добавили эти параметры пока что только в шаблоне макета. И теперь нам нужно заполнить эти параметры в процедуре печати. Давайте это сделаем. Процедура печати. В первую очередь мы получаем какие-то данные из объекта печати. Для этого в большинстве случаев используется запрос. Можно, конечно, взять просто ссылку и обратиться к реквизитам через точку. Но, например, с табличной частью это будет не очень удобно. Плюс, если нужно вывести какие-то дополнительные данные, например, цену. Цены обычно хранятся в регистре сведений с ценами. То в любом случае без запроса мы не обойдемся. В данном случае у нас уже есть и дата, и номер документа, поэтому нам их еще раз получать не нужно. Далее мы получаем макет. Конструктор получает макет до запроса. Можно это сделать после. Когда мы получили макет, нам нужно получить области данного макета. Области назначаются при помощи либо комбинации клавиш Ctrl-Shift-N. Но я, например, пользуюсь чисто вот этой вот кнопкой. Также и область можно удалить. И чтобы оно все отображалось, нужно включить отображение. Области, так же как и параметры, мы должны обозначить непробельным каким-то значением. Также области могут пересекаться, например, подвал, сумма. Теперь если мы обратимся к этой области, как получим область подвал, например, то мы получим список сразу всех параметров, и мы сможем заполнить сразу все параметры. Если мы будем получать область подвал сумма по документу, то из доступных параметров у нас будет только, соответственно, сумма по документу. Также макет позволяет нам обозначать области вертикальные. Давайте мы вот эту и удалим. Довольно часто вертикальные области используются для таблиц, для табличных частей, потому что могут, ну, в зависимости от каких-то переданных параметров, бывает такое, что нам нужно выводить, например, цену и дополнительно там цену поставщика. В некоторых случаях нам эту цену поставщика не надо. И вот чтобы не рисовать две различные таблички, в старых печатных формах так сделано. То есть мы там условно список номенклатуры копируем, вставляем, и там, например, шапка, цена поставщика. И добавляем здесь дополнительно цену поставщика. И чтобы вот так вот не делать... Используются вертикальные области, и мы можем просто... Давайте еще раз копируем, показать. Мы можем назначить вертикальную область, например, там область номенклатура, область количества, область цена... Не захотела она. И теперь при выводе табличной части мы можем получать данную вертикальную область через вертикальную черту. Сейчас. И вставляем. И в данном случае... номенклатура сама поставщика. В данном случае мы получим единственный параметр, который нам нужно будет заполнить, это цена поставщика. Ну, сейчас здесь нет параметра, но мы получим единственную ячейку. Вот так вот. Далее мы получили области. Мы получили данные. И теперь мы обходим данные в цикле. Я закомментирую пока. Обходим результат запроса в цикле и заполняем полученные области макета. Если в результате запроса у нас имена полей совпадают с именами параметров, то мы можем воспользоваться методом заполнить. То есть мы пишем имя области, ну, имя переменной, в которой хранится область. Дальше обращаемся к полю параметры и используем метод заполнить и заполняем значениями выборки. Также можно использовать довольно часто в типовых печатных формах используется структура с параметрами. То есть мы пишем структура параметров. Часто ее прям так и называют, структура параметров. Заполняем ее какими-то данными. Допустим, выборка номер. Итак. Заполняем эту структуру параметрами какими-то и после этого точно так же используем заполнить. Это можно использовать, например, если... Если в структуре параметров больше каких-то полей, допустим, мы сюда добавим дату и, например, добавим еще статус. Создан, напишем. Ну, это для примера. Если у нас на макете нету параметра статус и мы будем заполнять, пытаться заполнить следующим образом через обращение к этому параметру, то система выдаст ошибку. Если же мы будем использовать структуру параметров, то никакой ошибки не будет. И данные параметры просто проигнорируются. Это бывает полезно в случае, если у нас, допустим, две разные шапки и в одной есть параметр, в другой параметра нет. В таких случаях это бывает очень полезно, чтобы не плодить кучу условий. Мы можем просто воспользоваться структурой параметров и все. Далее, когда мы заполнили область макета, нам нужно ее вывести. Конструктор по какой-то причине здесь добавляет еще уровень выборки, но, в принципе, это необязательный параметр. Можно вот так вот сделать и все. Часто используется только вот так вот. Далее мы вывели шапку. Вот, кстати, можно как раз заполнить. Мы можем перенести вот это чуть повыше и заполнить как раз заголовок. Выводим полученную область. Далее, когда нам нужно вывести табличную часть, мы также делаем цикл и обходим результат по табличной части. И каждый раз при каждой итерации мы заполняем область списка номенклатуры, например, и точно так же мы их выводим. Для вывода вертикальных областей мы можем использовать конструкцию не вывести, а присоединить. в данном случае вывести. «Вывести» всегда выводит полученную область, ну, заполненную область в новую строку. «Присоединять» присоединяет полученную область справа. То есть, допустим, если мы вывели только первые две колонки, то если мы пишем «Вывести» для области цен поставщика, то эта область выведется на новой строке. Если мы пишем «Присоединить», то данная колонка выведется справа. Далее, если, например, нам нужно вывести несколько страниц, то можно воспользоваться горизонтальным разделителем страниц. Если, например, у нас в выборке несколько документов, то мы обходим сначала, например, по группировкам. Мы сделали группировку по ссылке документа, например, и обходим по группировкам, то при каждой итерации обхода группировки мы вставляем горизонтальный разделитель страниц и, соответственно, разделяем документы, печатные на несколько. Так, основные какие-то моменты я вроде передал. Наверное, перейдем... Если нет вопросов, то давайте перейдем к BSP-шным печатным формам. И подключение уже в типовых конфигурациях. Так, вопросов нет, да? Так, каркасная мы... Давайте проверим еще, как она у нас заполнится. Так. А, ну вот он ошибку выдал. Покоментим это. Покоментим это. Мы два раза вывели не ту область. Здесь вот так вот нужно сделать. Должно сработать. Вот. Мы вывели в заголовке номер и дату документа. Так, перейдем, наверное, к... Там вопросы не появились. Перейдем к добавлению команды в BSP. Это мы все позакрываем. Так, в данном... Сейчас мы сделаем печатную форму, которая будет выводить точно так же, как вот мы сейчас делали, список товаров и плюс там какую-то шапку. В типовых конфигурациях встроенные печатные формы добавляются не как команда отдельная, а с помощью подсистемы печати. И чтобы добавить команду, мы добавляем... Если у нас команды, которые отвечают за печать, находятся в модуле того же объекта, то мы добавляем эту команду следующим образом. Если обработчик команды находится в модуле другого объекта, например, в обработке, например, так реализована печать счетов фактур, УПД и так далее. Обработчик печати этих документов находится в обработке печать общих форм. То мы добавляем также менеджер печати, свойства. Здесь идентификатор. Можно указать, например, имя, которое будет соответствовать макету. Вот. Идентификатор требуется для дальнейшего определения, что именно мы печатаем. Например, если у нас несколько команд печати, и нам нужно однозначно понять, что это за команда. Добавим команду. В большинстве документов у нас уже есть команда печати. Мы просто добавляем в процедуру добавить команду печати. Либо мы ее создаем, либо мы добавляем. Куда-нибудь вниз. Можно просто скопировать, вставить и подправить немножко. Подвисло. Уберем обработчик. Менеджер печати. Ставим идентификатор. Назовем список товаров, например. И также укажем представление, список товаров. Также можно выставить проверку проведения перед печатью. Если мы ставим проверку в истину, то будет проверяться, проведен документ или нет. Если в ложь, соответственно, можно будет распечатать даже непроведенные документы. Так, команду печати мы добавили. Далее. Для формирования печатной формы мы должны добавить процедуру печать или дополнить ее, если она уже есть. Для того, чтобы понять, какую именно печатную форму мы хотим напечатать, мы делаем проверку. Нужно печатать макет. В данном случае проверяется как раз вот этот идентификатор, который находится в переменной коллекции печатных форм. И сюда мы передаем как раз... Мы должны добавить такое же имя, как и идентификатора. В таком случае, если в коллекции печатных форм найден макет, который соответствует вот этому параметру, то мы попадем внутрь условия. Если, соответственно, не найден, то мы пойдем дальше искать нужный параметр. Далее. Мы должны добавить процедуру управления печатью, вывести табличный документ в коллекцию. Так. В эту процедуру мы передаем коллекцию печатных форм переменную. Также мы передаем имя макета и представление макета. Пару. Следующим параметром будет функция, которая как раз должна формировать табличный документ. Аналогично вот как мы формировали табличный документ в каркасной конфигурации. Точно так же мы должны сформировать и вернуть готовый табличный документ. Печатную форму. Здесь массив объектов – это массив документов, которые мы хотим распечатать. Например, если мы хотим распечатать несколько, то, соответственно, в массиве будет сразу несколько объектов. Параметры – это какие-то дополнительные параметры. Там, если, например, нужно сделать какую-то проверку уже во время формирования печатной формы. Объекты печати можно… ну, их просто нужно добавить. Они нужны там для процедуры, которые используются в конце формирования табличного документа. Так, добавим. И так же дальше передается имя макета, полный путь к макету, чтобы можно было редактировать на форме печать документов. Так, добавим макет. Обзывать макет PF MXL желательно, но необязательно. То есть это не очень критично, но все-таки желательно, чтобы не путаться. И всем было понятно, что именно это за макет. Так, гуляем. Так. Порядок действий. Примерный. Сначала мы получаем какие-то данные. Получение данных. Для этого можно воспользоваться запросом. Берем документ реализации товаров и услуг. Выводим номер, например, контрагент, организация. Ну и давайте еще склад будем выводить. И добавляем условие, что ссылка у нас. Если предполагается, что мы можем печатать сразу несколько документов, то мы можем использовать равно. Если у нас передается сразу массив, то мы используем в. Ну и давайте назовем ее. Ну и давайте назовем ее. Всех моментов. Примерно. Хорошо. Так. 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 Так, мы получили данные, далее у нас мы должны получить макет. И далее уже мы обращаемся к областям этого макета. Точно так же, как в каркасной конфигурации мы получали области макета. Так, давайте мы сначала эти области нарисуем, добавляем область головок. Что мы сюда напишем? Ну, например, так, мы вот это, так, рисок реализованных товаров. Здесь можно сделать жирным шрифт, можно увеличить его, уменьшить все, как в любом текстовом редакторе. Зададим данной ячейке заполнение шаблон и добавим номер. Дата. При отрисовке макета я стараюсь пропустить первую колонку и первую строку, потому что, ну, если, например, нужно будет слева или справа добавить еще колонки, то так чуть попроще. Потому что если мы начнем рисовать прямо здесь, то, например, если у нас таблицы, то начнут выскакивать какие-то косяки там и так далее. Лучше оставить. И визуально оно немножко красивее выглядит. Так. Заголовок мы нарисовали. Также мы добавим контрагент, организацию и склад. В принципе, мы можем для контрагентов сделать отдельную область, либо прямо в заголовке выводить. Последовательность действий точно такая же, как при получении властей в каркасной конфигурации то, что мы делали. Так. Добавляем параметр контрагент. Собьем тип параметра. Дальше у нас организация. И склад. Сделаем чуть-чуть побольше. И можно раздвинуть еще. Так. Также можно указать, например, справа или слева. Если ячейка высокая, по высоте большая, то можно указать сверху или снизу должно все располагаться. Например, по умолчанию вертикальное положение у всех ячеек вниз. Также мы можем для каждой ячейки указать формат редактирования и границы какие-то. Например, если нам нужно сделать подчеркнутую ячейку, то мы можем либо сделать подчеркивание, но тогда это подчеркивание будет разным в зависимости от длины наименования контрагента. Либо мы можем подчеркнуть всю ячейку с помощью кнопки границы, выбрать границу, и у нас получится подчеркнутая. И в случае, если у нас совсем даже не заполненный параметр, в этом случае подчеркивание тоже будет. Так, далее нам нужно нарисовать шапку табличной части. Спасибо. Спасибо. Номер Будет колонка номер строки Дальше у нас будет колонка количества Ну и сумма Или давайте сделаем, даже не так, мы добавим колонку цена Добавим колонку сумма И добавим вертикальные области и будем в зависимости от какого-нибудь параметра выводить колонку суммы и колонку цена в зависимости от какого-то параметра Область, область Область, область 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 Будет Область По По так мы нарисовали шапку табличной части добавим границы чтобы немножко понятнее было что это таблица и сейчас развинем ячейки так далее мы добавляем точно такую же строку а теперь сюда мы прописываем имена параметров и назначаем каждый из этих ячеек параметры и также нужно переименовать область так далее мы добавляем еще область подвал в которую мы например будем выводить или даже можно сделать так и здесь у нас просто будет имя сотрудника например ответственный делаем сюда будем выводить менеджер так ну макет мы вроде как нарисовали теперь нужно его чем-то заполнить а и также нам нужно еще получить данные табличной части здесь есть два варианта чтобы получить данные табличной части мы можем добавить таким образом номенклатура количество сумма цена и потом сделать итоги по ссылке после чего мы можем обходить результат запроса сначала по группировкам и потом уже по табличной части например либо мы можем сделать дополнительный запрос точно так же как в первом случае номенклатура ссылка количество цена сумма добавить точно так же условия нажать ok и после этого мы можем сначала выполнить пакет запросов и теперь результаты шапки у нас будут в первом запросе результаты по табличной части во втором и мы можем получать результаты конкретного документа с помощью выборка найти следующий мы например пишем выборка найти следующий и туда передаем руку которая будет содержать ссылку менеджеры забыли вот итоги убрать так мы получили данные результаты запроса добавим результат запроса по документам и теперь мы можем обходить выборку по шапке так так здесь мы получаем область макета в область лог и дальше заполняем данную область параметры заполнить выбор констальной записи теперь главное чтобы у нас имена полей в результате запроса совпадали с именами в макете так далее мы заполнили заголовок теперь нам нужно заполнить табличную часть перед табличной частью нам соответственно нужно вывести шапку табличной части точно так же мы получаем область пожалуйста и 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 Так. Нет, не так. Нужно еще вывести. Так, далее мы выводим точно так же шапку табличной части и после этого мы обходим результат по табличной части. Спасибо. 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 Теперь пока выборка по табличной части Найти следующий Сюда мы передаем структуру параметров Это мы будем по ссылке Передаем структуру параметров И обходим полученную выборку в цикле Получаем область обычной части И точно так же заполняем ее Точно так же, как с заголовком Мы поступаем с областью подвал Мы просто получаем подвал Здесь мы напишем вывод Мы вводим подвал Точно так же, как и заголовок И точно так же мы их заполняем И возвращаем Также стоит упомянуть, что Допустим, например, если нам нужно печатать сразу несколько документов Ну, например, мы выбрали там несколько документов И нам нужно сразу для всех распечатать То обязательно в конце процедуры Ну и в принципе лучше всегда добавлять Процедуру Задать область печати документа О нее не стоит забывать Ее лучше всегда добавлять А у нас есть У нас есть Поехали Смотрите, как и все Продолжение следует Поехали У нас есть Поехали 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 Так, здесь единственный параметр, который у нас пока еще не определен, это номер строки начала. Его можно, в принципе, задать как высота таблицы плюс один. Данная процедура используется для... ...корректного задания области печати в случаях, если печатается комплект документов или сразу несколько. Можем проверить нашу печатную форму, повыскакивало много ошибок. Массив объектов. Так. Какая-то ошибка типовая. Попробуем запустить. Пока могу поотвечать на вопросы, если есть. Пока запускается. Да. Спасибо. Спасибо. Попробуем распечатать список товаров. Ну, в принципе, все печатается. Так. Далее я хотел бы еще немножко коснуться внешних печатных форм, чем они отличаются и как их подключить. Для внешних печатных форм мы... А, и как их отлаживать еще? Для внешних печатных форм отладка посредствами просто поставить точку остановы и понадеяться, что выполнение кода остановится в этой точке, это не работает. Например, вот мы формируем встроенную форму, у нас остановка происходит. Для внешней печатной формы такой остановки происходить не будет. И чтобы отладить ее, нам нужно добавить... Для подключенной внешней печатной формы такое происходить не будет. Чтобы ее отладить, нам нужно добавить во внешнюю печатную форму форму отладки. Выглядит она примерно так. Здесь должна быть ссылка на документ, который должен распечататься. Ну и команда печати, которая будет вызывать, собственно, саму печать. И команда печать должна сначала формировать табличный документ, а дальше просто его выводить. Мы используем табличный документ «Показать» и у нас все выводится. В данном случае процедура, которая будет формировать табличный документ, в этой обработке должна быть экспортной. И процедура печати также во внешних обработках должна быть экспортной. И стоит отметить, что, например, бывает такое, что заказчику требуется, например, вынести печатную форму, встроенную, сделать внешней. И тут также стоит обратить внимание, что в процедуре печати для внешних печатных форм у нас количество параметров меньше, чем для встроенных. Для встроенных параметров 5, для внешних 4 отсутствуют переменные параметры печати. Сами действия при печати, при написании процедуры функции для внешних печатных форм абсолютно такие же. Вот единственное отличие, что для отладки мы должны добавить формочку, которая будет вызывать либо вот эту функцию, которая формирует табличный документ, либо мы можем вызывать сразу процедуру печать, как вот, например, здесь сделано. Здесь мы вызываем сразу процедуру печать, но тогда нам еще нужно передавать идентификатор команды. Это бывает нужно, например, в случае, если у нас форма, печатная форма выводится вот с этой формы ее отладки, например, мы их открываем через файл открыть, вот, и она выводится. Ну, например, если, когда мы ее подключаем, то у нас ничего не работает. Тогда стоит попробовать добавить несколько строк кода и вызывать не процедуру, не функцию формирования документа, а сразу процедуру печать. Так, далее мы написали внешнюю печатную форму, и нам нужно ее подключить. Подключение происходит при помощи функции сведения о внешней обработке. Про нее можно найти в интернете, там прямо взять, скопировать и вставить. Она абсолютно типовая, и ничего здесь допридумывать не надо. Единственное отличие, там, допустим, от процедуры с какого-нибудь ИТСа будет в том, что мы добавляем массив назначений. Это массив объектов, из которых будет доступна команда. Также мы должны вставить вид внешней обработки. для печатных форм, это будет печатная форма. Далее у нас наименование, безопасный режим, версия, информация. Дальше мы добавляем команду, которая как раз будет вызывать печать. Вот эту процедуру печати. Добавить команд можно несколько. Например, если у вас тут несколько форм из одной внешней обработки печатается, то мы добавляем вторую команду, например, и добавляем здесь условия. Если нужно печатать одну печатную форму, то мы печатаем ее. Если нам нужно печатать другую, вот как здесь. Здесь, когда мы добавляем команду, стоит обратить внимание на вот этот параметр. Это параметр использования. И для печатных форм используются два варианта. В целом их может быть три. Это вызов клиентского метода и вызов серверного метода и открытие формы. Но для печатных форм используются, соответственно, только два, потому что открывать форму для печатной формы – это что-то странное. И вызов серверного метода мы используем только, когда нам нужно сразу вызывать процедуру отсюда, и на клиенте нам ничего выполнять не нужно. Если же нам нужно, например, добавить какой-то вопрос пользователю или вывести какую-то форму с дополнительными настройками, открыть ее, то нам придется делать вызов клиентского метода и, соответственно, процедура печати должна находиться не в модуле объекта, а в модуле формы объекта. То есть мы добавляем какую-то форму печати, например, и уже на нее добавляем процедуру печати, которая должна вызываться на клиенте. Рисовать на форме печати уже ничего не нужно, просто процедура должна находиться на клиенте. В принципе, это, наверное, все, что я хотел рассказать. Всем спасибо за то, что присутствовали. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok